Здравствуйте! Рады опять приветствовать всех, кто на сегодняшний день, несмотря на свои дела, вновь собрались на нашем ежемесячном собрании общественного объединения «Крымская солидарность», которое объединило в себе юридическую отрасль семей и всех неравнодушных, которые не остаются в стороне от проблем своих близких и своего народа. Одним из самых ярких и запоминающихся событий это, конечно же, было 18 мая, день, который является траурным днём для нашего народа. Мы знаем, что мы нужны один одному, и поэтому мы чувствуем эту потребность, и считаем, что самая физическая такая наша близость, что мы тут можем подивиться ваши очи, почути вас. Силовики приходят то к одним, то к другим, и здесь никто не застрахован от того, что к нему не придут. Поэтому мы должны понимать, что при данной реальности оставаться в стороне и считать, что если я не буду никуда вмешиваться и не буду вставать на сторону интересов своего народа, ко мне не придут. В тысячный раз мы убеждаемся о политическом преследовании, массовом политическом преследовании в Крыму. На последнем заседании мы допрашивали оперативного сотрудника ФСБ, который был инициатором вообще преследования ребят и последствий потом возбуждения. И когда Арсен, не будучи еще фигурантом дела, отказал ему в этом, он ему сказал, что тогда он окажется вместе с ними. Конечно, мы не питали иллюзиями, что сейчас возьмут этих ребят, отпустят, потому что все делается как на конвейере, все делается шаблонно. Недавно Айтан Юсуф подал заявление об отмене этого решения суда и сейчас будет другое дело по рассмотрению этого иска. Я понимаю, что теперь это уже стало таким моим делом и я не остановлюсь, пока мой подзащитный не окажется на свободе. В Крыму, где были задержаны 24 человека, хотел бы обратить внимание на троих людей. Это самые старшие из задержанных, это Газиев Серветага, это Гафаров Джимилага и Умеров Шабанага. В камере на Куреном имеются насекомые, клопы, тараканы от 3 до 5 сантиметров, мыши. Качество воды не соответствует санитарным нормам. С их слов имеет специфический запах, невозможно пить. Отсутствует, естественно, вентиляция камеры. Отсутствует дверь в туалет. В камере холодно и сыро. С потолка сыплется штукатурка. У него очень плохое состояние. У него, с учетом всех его заболеваний, которые у него есть, при наличии и сахарный диабет, и сердца, он выдерживает столько, у него столько сил и воли, он стойко выдерживает свой этап. Нарушение законодательства – это формальная причина для того, чтобы запретить траурные молебны, коллективные мероприятия, для выражения сложившейся точки зрения и иные законные формы выражения своей гражданской позиции. Иногда предостережение является начальным этапом преследования. Суды – это наша единственная возможность увидеться матери со своим сыном, а мне со своим супругом. К сожалению, и в этом, в таких условиях нам отказывают. Мой муж рассказывал мне, как в прошлом его дедушку обвинили в предательстве без совершения предательства. После Второй мировой войны государство обвинило его в измене, отправив его на 10 лет на Колуму только лишь за то, что он был взят в плен в концлагерь в 1942 году. Забрали Османа, но на его место придет много новых ребят, и этот процесс не остановить. Можно и в темнице быть свободным, и на свободе оставаться рабом. Очень надеемся, что когда вы будете поститься, когда будете разговляться за вкусным ифтаром, когда будете читать намазы тарових в мечетях, что вы не забудете нас в ваших молитвах. В Роза Байрам принято отмечать добрыми делами, проявлять заботу и сострадание к нуждающимся в помощи и поддержке. В эти светлые дни я от души хочу пожелать всем радостного настроения, чтобы в каждый дом, в каждую семью вошли мир и благополучие, тепло и радость, согласие и добро. Я хочу сказать, что это, джемад. В последние времена, когда вы знаете, что наши родители очень сильно увеличились. К этой инициативе также присоединились наши дети. Глядя на нас, они нарисовали вот такие замечательные рисунки, очень яркие, красивые, которые, надеюсь, согреют наших ребят и осветят их темные стены, в которых они находятся. Вот такой очень красивый рисунок 3D, очень необычный. Это тоже творчество наших детей. Мы так и будем идти. И мы миру докажем, что именно вот этим методом мы добьемся своей правоты. Миша Аллах, я хотел бы просить Аллаха о том, чтобы он вот этот месяц Рамадан сделал последним месяцем, который мы проводим без них. Что мы видим сегодня? Репрессии, гонения, давление имеют место быть по сей день. Клевета, ложь в адрес крымских татар-мусульман, обвинения во всевозможных преступлениях, к которым мы никакого отношения вообще не имеем, до сих пор происходят. Меняются лишь формы, а суть остается неизменной. Сегодня в Крыму создали такие условия, которые принято считать гибридной депортацией. Баскалар себебинден халқымыз арасында караманлар чықтылар. Бүгінгі күнде бу караманларында біздер көреміз. Бүжінгі кіні ciao, галабиру mountains зеркит undertaking. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»